Здравствуйте! Меня зовут Шпомер Владимир, я оператор и преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения. И сегодня я вам расскажу о понятии экспозиция и как с ним вообще жить и обращаться. Так вот, смотрите, что такое экспозиция? Экспозиция — это то, насколько у вас освещен кадр. То есть, когда говорят «недоэкспонировал», что это значит? Значит, у вас кадр темный или переэкспонировал кадр светлый. Как это выглядит? Ну, очень просто. Смотрите, вот у нас сейчас, условно говоря, нормальная экспозиция. То есть, у нас есть в кадре и темные участки, и светлые участки. Нет явных черных дыр, как говорят в изображении, и нет перелепов. Если мы сейчас закроем диафрагму, мы получим недоэкспонированную картинку. Что произойдет? У нас темные участки, в которых была фактура. То есть, мы, в принципе, вот у меня там черный рукав, но мы при большом увеличении можем увидеть тут фактуру ткани. Тут, несмотря на то, что этот цвет темный, мы можем увидеть строение ткани. Так вот, что такое недоэкспонированное изображение? Это то изображение, в котором у вас вместо фактуры в темных областях картинки у вас образуется просто темное черное пятно, черная дыра, как я называю. Собственно, то же самое происходит, когда вы переэкспонировали картинку. Вот здесь сейчас самая яркая часть картинки — это вот эта часть моего лица. Так вот, если я буду открывать диафрагму, повышать ИСО или уменьшать выдержку, в зависимости от того, каким инструментом я буду пользоваться вот на данной модели фотоаппарата, у меня эта часть лица, она будет становиться все ярче и ярче до тех пор, пока не исчезнет фактура. И, собственно, я получу здесь не просто ярко засвеченную часть лица, а я получу часть лица, в которой не будет информации, будет абсолютно... Ну, не будет фактуры, как говорят. Собственно, главный инструмент для определения правильной экспозиции — это то, что у вас и в темной части картинки должна быть фактура там кожи, ткани. Я не знаю, если вы снимаете лес, что там должны быть, даже если это темный лес, должны читаться листики. И в яркой части картинки у вас должна оставаться фактура. То есть, в принципе, если вы снимаете небо, на небо не должно быть всякой ярко-ярко синей горящей полоской над горизонтом. Это неплохо было бы, если бы читались облака и там все такое прочее. Собственно, главный критерий правильной экспозиции — это присутствие фактуры. В любых случаях, будь это темный участок кадра, либо светлый участок кадра. Об остальных способах управления экспозицией, определения правильной экспозиции мы поговорим на моих занятиях в Санкт-Петербургской школе видео. Спасибо.